Второй год зима в Казахстан приходит не просто так, а календарно, вместе с днём первого президента. До красной даты ещё целых четыре дня, а город увешан транспарантами и флагами. Похоже, в верноподанническом порыве любви к бессменному рулевому некоторые потомки воинов-освободителей решили увековечить слова одного креативного товарища из НСДАП. Один народ, одна страна, один вождь. Пауль Йозеф Геббельс, рейхминистр народного просвещения и пропаганды Германии. Казалось бы, всё ничего, но вот на мосту, что вблизи резиденции президента, рабочий спешно устанавливает высокие железные колонны с орлами, которые отдалённо напоминают орлят римских. Все эти дни Назарбаевых по местной традиции сопровождаются речами доморощенных ораторов. Благодаря политической мудрости первого президента Казахстана, проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума, твёрдости его политической воли, умению идти на компромиссы и предвидеть ход истории, Казахстан сумел избежать этнократических тенденций, сплотить граждан в единый народ, объединённый общими нравственными и моральными ценностями. Простые, но столичные граждане даже не слышали или воспринимают именной праздник как лишний повод ничего не делать, а выпить и закусить. Буду за столом сидеть, стопку поднимать за нашего любимого президента. Вы речь идёт о Назарбаеве или что? На день первого президента что вы будете делать? Ничего, на работе буду. Ну, это начальный праздник, поэтому мы ещё и как-то не привыкли к нему. Как будете отмечать день первого президента? Да никак. Как всегда на высшем уровне, наш жалдаст президент, он единственный в Казахстане. Несмотря на неинформированность о политичных трудящихся, подготовка к главному зимнему празднику страны в самом разгаре. До 1 декабря в столице запланированы массовый показ документальных фильмов о лидере нации и самое массовое в мире признание студентов в любви первому президенту.